Всем доброго осеннего дня! В прямом эфире своего ТВ программа «Полдень». Сегодня четверг, 6 сентября. Ближайшие полтора часа я, Антон Киевский и мои коллеги расскажем и покажем вам немало интересного. Сейчас расскажу, что именно. Языковые курсы начинают свою работу в Ставрополе. Подробнее об этом поговорим с гостем. Всемирные игры кочевников стартовали в Кыргызстане. Расскажем о полувековом юбилее музею-памятнику с защитником перевалов Кавказа. Нужно ли табуировать гаджеты в российских школах? Попробуем разобраться в этом вопросе с гостем в студии. Любители Остренького поучаствовали в фестивале перца Чили в Италии. Узнаем, как будет проходить День читателя в Лермонтовской библиотеке. Все это и многое другое в сегодняшнем полдне. Давайте начинать. Ставрополье рулит. Так называется викторина на своем ТВ, в которой может принять участие каждый житель Ставропольского края. Напомню, что участникам необходимо ответить на вопрос о родном регионе и быть быстрее остальных. Ежедневно по будням в программе «Полдень» мы задаем вопрос, связанный с ключевыми для Ставропольского края событиями. Вчера мы спрашивали, что за город расположен на равном удалении в 370 километров, как от Каспийского, так и от Черного моря. Правильный ответ – город Ставрополь. И первой на вопрос ответила Светлана Миронова из Краевого центра. Светлана Мироновна Кочетова, вот так даже правильно. Поздравляем ее. Ну а сейчас будьте внимательны, звучит новый вопрос. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Среди гор Кавказских минеральных вод есть одна удивительная, в недрах которой зимой дует теплый воздух, а летом холодный, сохраняя вечную мерзлоту. Здесь, если внимательно присмотреться, даже летом в почве можно встретить мелкие кристаллики льда. А среди типичной южной растительности произрастают растения северные. Где можно увидеть этот уникальный природный объект? На горе Биштау, на горе Верблюд, на горе Развалка. Хорошего всем дня и успехов! Что ж, правильные ответы победителя сегодняшнего дня мы назовем завтра. Следите за нашими эфирами и выигрывайте крутые призы. Напоминаю, что ответ нужно прислать максимально быстро, заполнив специальную форму на сайте своего ТВ stv24.tv. Победителем будет тот, кто первым ответит на заданный вопрос. Продолжаем. Национально-культурные организации Ставрополья в новом учебном году возобновляют курсы родного языка. На базе Ставропольского дворца культуры и спорта в Доме дружбы начинаются занятия для всех желающих. Например, курсы по грузинскому языку, разговорный язык и основы грузинской письменности открывает общественная организация «Местная грузинская национально-культурная автономия в городе Ставрополе и Меди». И сегодня у нас в гостях ее руководитель Вахтанг Зурабович Джарбинацзе. Добрый день вам. Ну расскажите, пожалуйста, что это за языковые курсы? У нас еще в 2017 году, в марте месяце, начались занятия по грузинскому языку на базе Ставропольского тома дружбы. Занятия ведутся там наши обучающие, это участники, представители нашей грузинской диаспоры, а также любые желающие, которые хотят изучить один из древнейших и интереснейших языков. Я так понимаю, что это делается с целью сохранения культуры, да? Да, с ним собой. Сохранение культуры, а также любые желающие, которые хотят изучить письменность и устную речь, могут в этом году возобновляться у нас занятия и могут, как сказать, записаться на курсы. Много ли желающих? Да, много желающих. Еще в прошлом году для оптимизации процесса обучения нам пришлось создавать несколько групп. Несколько групп, это от 6 лет и молодежь, а также разные индивидуальные, ну это пожелания уже. Желающие, это в основном грузины, проживающие в Ставрополе или это разные национальности? Да, грузины в основном, но и другие национальности, которые интересуются. Ну, грузины, я так понимаю, в основном те, кто, может быть, родились в Ставрополе и немножко забывают свои корни, скажем так. Да, как сказать. А также другие национальности, которые... А какие, например? Русские, армяне, там, креки, кто любит ездить к нам в Грузию отдыхать, у кого родители родом из Грузии, и разные причины. Просто люди, которые любят, как сказать, полегло, там, изучают несколько разных языков. А сложно ли изучать вообще грузинский язык? Вот если, ну, сравнивать, например, ну, с русским, наверное, смысла нет сравнивать. Если сравнивать с любым иностранным языком, например, с английским. Не, не сложно. Не сложно. У нас вот в данном алфавите 33 буквы, 5 гласных и так далее, там, 7 падежей и так далее. У кого есть желание, они быстро научатся. То есть на русский довольно-то похоже. Да. Ну, Грузия у нас соседняя страна, тем более соседний человек с югом России, здесь рядом. И выходцев из Грузии много, и туда можно ездить на разные фестивали, отдыхать. И, как сказать, устную речь часто можно услышать и быстрее изучить. На слуху есть. А вообще, вот много ли у нас в Ставрополе носителей языка? И кто занимается с теми, кто хочет изучать грузинский язык? Ну, я повторюсь, исходя из того, что у нас это как соседняя страна, близко находится к Югу России, к Ставропольскому краю. И это много, да. И еще раз повторюсь, что у нас именно разные национальности, которые вот, начиная от русских, заканчивая от армянов, которые выходцы из Грузии и владеют, и общаемся, и тружим, и, как сказать, знаем несколько языков. А кто преподает? Это профессиональные лингвисты? Да, преподает у нас Мария Валерьевна Левсая, филолог по образованию. Профессионал, который уже с прошлого года у нас уже свои определенные плоды, которые дети уже изучили письменность, а также владеют грузинским языком и даже читают классическую литературу, художественные произведения на грузинском языке. И сейчас у нас новые наборы, и как раз новых желающих можем пригласить в Доме дружбы. Адрес у Ленина 251. Если говорить вот о временных каких-то рамках, я так понимаю, что курсы открываются на учебный год, правильно? Да. Можно ли за учебный год выучить грузинский, или все-таки нужно несколько таких учебных лет? Ну, в определенной форме, в стадии можно изучить письменность, можно за учебный год изучить. Ну, то есть можно выучить так, чтобы какие-то элементарные вещи, элементарно изъясниться? Да. Если стабильно ходить, можно. Помимо грузинского, насколько я знаю, также в Доме дружбы будут открыты другие языковые студии, в общем-то, практически всех народов Северного Кавказа и Закавказья. Грузины сами какие еще языки изучают, помимо своего собственного? Грузины сами какие языки изучают. Ну, может, есть кто-то, кому интересно выучить армянский, например? Ну, как сказать, чуть-чуть все знаем у нас. Друзья армянской национальности, товарищи, друзья, родственники, и что-то нас обучили. Несколько слов. Ну, то есть тоже какие-то такие элементарные, минимальные знания. Если можно, ну, я так понимаю, что вы носитель грузинского языка, свободный наверняка, общаетесь на нем, да? Если можно, напоследок нам, вот в ту камеру, вы смотрите полдень на своем ТВ, на грузинском? Вы смотрите полдень на своем ТВ? Туэн укурэпт полдень на своем ТВ. Вот так, то есть? Чуэн гадацэмаши. На своем ТВ это будет Чуэн гадацэмаши. А полдень нет такого слова? Полдень швадре. Ну, я как в кавычках поставил слово полдень, как название передачи. Как название программы. Понял. Спасибо большое. Будем надеяться, что очень много будет желающих действительно изучить не только язык, кстати, но и грузинскую культуру. Тем более, что в последнее время действительно очень большой туристический поток из России просто хлынул в Грузию. Я, честно говоря, очень сам хочу, и никак вот не получается... Мы вам поможем, свяжитесь с нами, скоординируем. И еще, кроме туризма, у нас в Ставрополе очень любят наши танцы, танцевальную культуру. Так что много танцевальных коллективов, которые изучают грузинские танцы. За что спасибо городу Ставрополь, администрации, что всю эту красоту интернациональную, многонациональную, во благо мира мы здесь предоставляем и обучаем шителей Ставропольского края. Ну, я так предполагаю, что какие-то грузинские танцы мы обязательно где-то увидим на одной из площадок на День края. Обязательно. Спасибо большое. Ждем вас еще у нас в студии. Спасибо большое. Спасибо. Продолжаем. Тысячи атлетов приехали в Кыргызстан. Там начались третьи всемирные игры кочевников. Есть и такие. Подробности в следующем материале. В Кыргызстане стартовали Всемирные игры кочевников 2018. Эти спортивные состязания проходят в третий раз и призваны сохранить наследие кочевых народов мира. Проводят их раз в два года. Инициатор – Кыргызская республика. В этот раз тысячи человек приехали в город-курорт Чолпон-Ата. Он находится на северном побережье озера Иссык-Куль. На торжественной церемонии открытия перед зрителями прошли около двух тысяч атлетов из 80 стран. Команду из Турции приветствовал лично президент страны Таип Эрдоган, который находится в Кыргызстане с официальным визитом. Соревноваться будут в 37 традиционных видах спорта кочевых народов. Среди них особый футбол на лошадях, стрельба из лука, перетягивание каната, скачки и соколиная охота. В играх участвуют представители народов, которые не являются традиционно кочевыми. Состязания будут продолжаться до 9 сентября. Интересно, знают ли организаторы о том, что кочевые народы могут ведь и не дождаться финала этих игр, просто сорваться и уехать в другое место. Продолжим полдень. В этом году исполняется полвека единственному на Северном Кавказе музею-памятнику защитникам перевалов Кавказа. В его фондах хранится более 6 тысяч экспонатов, найденных на перевалах в послевоенное время и свидетельствующих об ожесточенных боях в ходе героической обороны Кавказа от фашистских захватчиков. Музей находится в поселке Орджоникидзевском на трассе, ведущей к горнолыжному курорту. Поэтому посетителей здесь хватает. Как сотрудники музея планируют отметить 50-летний юбилей, расскажет моя коллега. Эти юные спортсмены свой выходной день решили посвятить изучению истории родного края. Чтобы напомнить ребятам о событиях грозных военных лет, тренер привез их сюда, в музей защитников перевалов Кавказа. Ребята с интересом осмотрели личные вещи советских солдат, выставленные на экспозиционном столе и посмотрели документальный фильм «Обелиски в горах». Наше новое поколение практически ничего не знает, какой ценой досталась наша победа, наше чистое небо над головой. Поэтому такие памятники, которые расположены у нас в республике, они должны помнить, знать об этом, что у нас здесь тоже была война, и наши предки защищали, и поэтому они здесь живут. Эта выставка появилась еще в 1985 году. По замыслу ее создателей металлический стол представляет собой ледник, а экспонаты на нем – оттаившие солдатские вещи. Все это было в изобилии найдено после войны на Северомарухском и Санчарском перевалах. Но все же предметов экспозиции меньше, чем документального материала. Эта экспозиция, наверное, рассчитана больше на думающего посетителя, которому важно больше знать, а не просто смотреть. И вот минимум предметов, я имею в виду вещевого материала, это тоже вот замысел художников, которые занимались этой экспозицией. Она была смонтирована в 1985 году, открыта 3 мая 1985 года. Каждому посетителю об экспонатах музея всегда готова рассказать его заведующая Наталья Кущетерова. Она трудится здесь почти 40 лет и до мелочей знает историю битвы за Кавказ. За время работы она была свидетелем нескольких перезахоронений останков советских воинов, найденных в горах спустя десятилетия после войны. Кстати, братская могила находится здесь же, на территории музея. В ней покоятся останки более 200 человек. Приходя на работу, каждый день я прохожу по пандусу музея и всегда вижу эту могилу. И вы знаете, действительно возникают такие эмоции, такое ощущение, что ты как бы обязан этим людям. Этот музей единственный. На Северном Кавказе архитектурный ансамбль, сочетающий в себе мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Его здание по форме напоминает железобетонный дот. Рядом братская могила и чаша вечного огня. Справа на склоне горы в землю вкопаны плиты, символизирующие неприступность для врага перевалов и вершин Кавказа. А над ними, между двух стен, еще один вечный огонь. Кстати, в нынешнем году музей исполняется ровно полвека. И в честь юбилея в ноябре пройдет выставка с экспонатами, которые до этого нигде не выставлялись. Анета Дышекова, Радомир Князев, Архиз-24. В российских школах могут табуировать гаджеты, которые стоят больше 5000 рублей. Таким образом, зампред Комитета по образованию и науке Госдумы России Борис Чернышев рассчитывает уйти от социального расслоения и сосредоточить детей на соперничество в уме, сообразительности и чувстве юмора. Депутат направил письмо с предложениями министру просвещения России Ольге Васильевой. Ирония в том, что 16 августа Борис Чернышев сам предлагал заменять учебники и тетради планшетами. Депутат связал инициативу с некачественными ранцами и тяжелым грузом, от которого можно избавить детей. Итак, стоит ли вводить лимит на дорогие устройства в школах? Об этом поговорим с нашей гостьей. Это Светлана Куксова, педагог-психолог Центра психолого-педагогической помощи населению Альгиз. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Ну скажите, действительно ли есть такая проблема? Действительно ли в школе есть расслоение по дороговизне гаджетов? Ну вообще, в принципе, вопрос расслоения по материальным каким-то принципам, он был всегда во все времена. Вне зависимости от того, это конкретно гаджеты или, может быть, вещи, какие-то украшения у девочек и так далее. Да даже школьные принадлежности могут быть, что кого-то пенал круче, чем... Да, если поднять вопрос гаджетов, эта проблема никуда не уйдет. И большой вопрос, на самом деле, о том, кто будет контролировать стоимость этих гаджетов и как это будет урегулироваться в школах. А может ли, если вдруг такой закон примет, что действительно в школах запретят использование гаджетов, там, дороже 5000 рублей, может ли это как-то сказаться на самих школьниках, в том плане, что дети начнут вот... Будут просить у родителей что-то дорогое, да, грубо говоря, подороже, дороже 5000. Но закон не будет позволять, в этом плане могут у родителей с детьми возникать какие-то конфликты. Ну, я думаю, что и конфликты будут возникать, много вопросов будет у самих родителей о причинах. Если они могут себе позволить что-то купить ребенку, и они хотят это сделать, я думаю, что они, в принципе, имеют на это какое-то моральное право, как минимум. И я думаю, что будут искаться какие-то ухищрения для того, чтобы все-таки пользоваться этими гаджетами, те, которые будут стоить 5000. И, ну, я думаю, и конфликты будут у родителей с детьми, и конфликты будут в школе. Ну, я не думаю, что это приведет к чему-то хорошему, благотворному. А если говорить о педагогах, да, ну, наверное, ни для кого не секрет, что зарплаты у наших учителей не очень большие, да, и, наверное, сами учителя не всегда могут себе позволить какие-то дорогие устройства, гаджеты. Вот здесь может тоже возникнуть какое-то равноправие, скажем так, между учителями и учениками. Ну, понятно, что учителя люди взрослые, да, и, наверное, там чувство зависти от того, что у ученика телефон дороже, чем у учителя, наверное, учителя в меньшей степени касается. Но все-таки вот здесь вот уравняются как-то шансы и жизнь вообще. Ну, не знаю, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, если честно. И, ну, в любом случае возникают там какие-то вопросы о том, что дети достают на уроках телефоны, но это все равно регулируется внутри самого учреждения. Есть установленные правила, которых дети должны придерживаться, что во время учебного процесса они не используют все это. Ну, не знаю, мне кажется, что наши педагоги достаточно высокого культурного уровня и образование у них позволяет все-таки воспринимать такие вещи с большой легкостью и не думая, что вызывает это у кого-то какую-то зависть и какие-то негативные эмоции по отношению к этому. Ну, а вообще, вот на ваш взгляд, действительно ли стоит ли действительно вводить вот такое табу на дорогие устройства? Ну, мне кажется, я уже достаточно однозначно ответила, что нет, в этом нет никакого смысла и это не принесет никаких плодов в развитии ума, душевных качеств абсолютно. Мне кажется, наоборот, только вызовет волну негодования и каких-то отрицательных эмоций. Ну, это ваше мнение как психолога, правильно? Ну, в первую очередь, это мое мнение как человека, который достаточно часто работает со школьным возрастом. А в плане психологии, ну, честно, мы не сильно рассматриваем, ну, не часто рассматриваем вообще такие вопросы, но с человеческой позицией и человека, который работает в этой специфике и сфере, я считаю, что ничего хорошего от этого не будет. Ну, и как и плохого, я так понимаю, тоже. Плохого ведь тоже ничего не будет, если все останется как было, скажем так. Все, да, ну, ничего, по сути, не изменится. То есть причина на самом деле кроется в другом. Да, найдут другие какие-то вопросы, где они могли бы соперничать, там, где они могли бы мериться этими материальными благами. Абсолютно гаджеты здесь не единственная причина. Нужно ли детям мериться? Потому что вот помимо того, чтобы уравнять в гаджетах, да, не так давно решили вновь вернуть форму в школу, опять же, для уравнения вот этого, чтобы кто-то не выделялся там более дорогой одеждой и так далее. Нужно ли вот это? Некоторое уравнение, естественно, нужно для того, чтобы была дисциплина, чтобы не было отвлекающих факторов. Но в любом случае дети общаются не только вот в пределах учебного процесса. У них есть перемены после школы, они где-то ходят на какие-то общие занятия, секции посещают. И все равно они делятся тем, как они живут, чем они занимаются на тех же каникулах, куда с родителями не ездят, чем вообще в принципе они могут заниматься и что им допустимо. То есть тут как бы вопрос такой, что дети все равно расскажут и все равно поделятся и похвастаются. Ну то есть на уровне школы этого не решить, этого момента, именно вот этого уравнения. Нет. Вы как сами? Вот у вас есть дети? Нет. Нет. А как бы вы своему ребенку купили бы дорогой гаджет или все-таки подешевле? Если у меня будет такая возможность, и я буду понимать, что в этом есть некоторая необходимость, хотя бы для того, чтобы мы шли в ногу с развитием, потому что 10 лет назад, может быть, это был актуальный какой-то вопрос. Сейчас же гаджеты это что-то, что нам помогает справляться с тем потоком информации, который проходит через наш мозг в нереальном количестве. Если это нужно, то почему нет? А может быть, действительно стоит заменить учебники, тетради на планшеты, чтобы детям было как минимум легче ноша было? Тетради явно нет, потому что письменность тогда совсем пропадет, ручная. А учебники вполне себе, я думаю, возможно. Со временем, да? Можно поменять. Спасибо вам большое. Будем следить за развитием ситуации дальше, посмотрим, как оно будет, останутся ли наши дети с дорогими гаджетами или все-таки их уравняют немножечко. Спасибо большое. Ждем вас еще к нам в гости. Продолжим. Вчера меломаны по всему миру радовались и отмечали день рождения Фредди Меркьюри. Что делать сегодня, непонятно. Сегодня свой день рождения отмечает Юрий Шатунов. А чем действительно знаменателен сегодняшний день, узнаем прямо сейчас. 6 сентября 1826 года в Санкт-Петербурге на Фонтанке был открыт Египетский мост. Египетский мост соединяет между собой Коломенский и Безымянные острова через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Мост получил свое название из-за своеобразного богатого архитектурного оформления в египетском стиле. Порталы, колонны, а также карниз были украшены орнаментами из египетских иероглифов. Подобные знаки красовались и на ажурной решетке сооружения. На берегах Фонтанки на въездах моста были расположены 4 скульптуры сфинксов, лежащих на гранитных постаментах. На головах у них находились шестигранные фонари. В настоящее время сфинксы – это единственный сохранившийся от того моста архитектурный элемент. Египетский мост, который является памятником истории и культуры, стал неотъемлемой частью образа Санкт-Петербурга. 6 сентября произошло еще одно событие в истории северной столицы. В 1991 году городу было возвращено историческое название – Санкт-Петербург. Актом от 31 августа 1914 года название было изменено на «Русское Петроград». В 1924 году, сразу после смерти Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование – Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название. До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание «Народный артист» было установлено в 1918 году. И первым, кто удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин. 6 сентября 1936 года было учреждено звание «Народный артист СССР» для лиц, особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино. Это было первое высшее почетное звание в стране. Первыми народными артистами СССР стали основатели и ведущие актеры Московского художественного театра Константин Станиславский, Владимир Немирович Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов, а также певица Большого театра Антонина Нежданова. В 1991 году эти звания и премии превратились в историю. Последними кавалерами почетного звания «Народный артист СССР» стали 21 декабря 1991 года артист Московского театра «Ленком» Олег Янковский за большие заслуги в развитии советского театрального и кинематографического искусства и артистка Московского художественного академического театра имени Чехова Софья Пилявская за большие заслуги в развитии советского театрального искусства. Всего звания «Народный артист СССР» были удостоены более тысячи человек. Двигаемся дальше. На Ставрополье стартует первое реалити-шоу «Буду студентом». Это телепроект, в котором два одиннадцатиклассника готовятся к поступлению в университет. Целый год на телеканале «Свое ТВ» будет выходить программа о жизни тех, кто хочет стать студентом. Первая программа появится в эфире в октябре 2018 года. Стать участником телевизионного проекта может любой ученик 11 класса, который закончил прошлый год на отлично и хорошо проживающий в Ставрополе или близлежащих населенных пунктах Шпаковского района. Заявки на участие принимаются уже сегодня и до 25 сентября на нашем сайте stv24.tv. После онлайн-голосования и встречи с психологами и журналистами подростки смогут участвовать в долгосрочном телевизионном проекте. Съемки программы пройдут с октября 2018 по август 2019 года. Подарки и полезные знания гарантированы. Мы ждем ваших заявок. Россияне заплатили за шоу Тони Робинса больше 800 миллионов. Школа бизнеса организовала в Москве тренинг американского коуча. В Олимпийском собралось 26 тысяч человек. И это при том, что билеты стоили от 27 тысяч до полумиллиона рублей. Робинс консультирует богатых и известных людей. К нему обращались Билл Клинтон, О'Про Уинфри, Хью Джекман и даже Михаил Горбачев. На лекции гости ожидали услышать секрет быстрого достижения успеха. Но после мероприятия многие оказались недовольны тезисами, которые озвучил коуч. Его советы называли банальными после тренинга. Многие пользователи интернета троллят известного бизнес-тренера. Вот, например, что написал пользователь с ником Павел Правдоруб. Хотите, бесплатно сообщу советы от американского гуру Тони Робинса, билеты на которого стоили от 40 до 500 тысяч рублей. Готовы? Итак, поставь цель и иди к ней всю жизнь. Прекрати считать себя беспомощным. Если не получилось с первого раза, попробуй снова и снова. Невероятно, правда? Ну, а я передаю слово нашему экономическому гуру Марине Кулешовой. Марина, привет. Скажи, ты хоть раз бывала на таких бизнес-тренингах, мастер-классах? Бывала, да, но не за такие деньги, естественно. Бывало, это интересно. Но в целом могу сказать, что действительно, в принципе, это прописные истинные. Там говорят, просто эмоционально чуть-чуть подзаряжают и все. Вот весь секрет, в принципе, успеха. То есть какой-то конкретики? Конкретики никакой. Это все можно доступно во всех источниках. Об этом говорят психологи, поэтому эту информацию, если человек заинтересован в личностном росте, можно почерпнуть из просторов интернета. Мне кажется, главный успех этих людей просто в том, что они собирают кучу людей. Они сделали себе имя на чем-то и теперь этим пользуются. А вот какие новости экономики у меня на сегодня, расскажу прямо сейчас. Все решит ключевая ставка. Если ЦБ ее поднимет, ипотечные кредиты могут подорожать. Спорт, шоу, бизнесы и писательства россияне назвали профессией, в которых, по их мнению, легче всего добиться успеха. Без лишних формальностей Ростуризм получил право исключать туроператоров из профильного реестра, чтобы люди быстрее получали компенсации за сорванный отпуск. Концепция российских банкнот, разработанной в середине 90-х годов, устарела. Настало время для внесения существенных изменений в их дизайн. Одной из первых может поменяться пятитысячная купюра. Об этом заявил глава госзнака Аркадий Трачук. Защищенность купюр пока находится на высоком уровне, поскольку они многократно проходили модернизацию, добавлялись новые защитные элементы. Но в целом сама концепция таких банкнот уже нуждается в пересмотре. Кроме того, современный дизайн, такой как на купюрах 200 и 2000 рублей, тоже является защитным признаком, отметил глава госзнака. Что касается мелких денег, то Центральный банк уже несколько лет, с 2014-го, не заказывает чеканку монет в 1,5 копеек, а заказы на 50 копеек тоже постепенно снижает. Основная причина, как объясняют специалисты, в том, что в крупных городах люди в последнее время меньше пользуются монетами этого номинала. Кроме того, цены на основные продукты чаще всего формируются, исходя из одного рубля. Рост инфляции в августе замедлился до нуля после роста в июле на 0,3%. Такие данные привел Росстат. При этом годовая инфляция значительно ускорилась с 2,5% до 3,1%, что стало максимальным значением с августа прошлого года. Рост потребительских цен с начала 2018-го составил 2,4%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, по итогам этого года инфляция будет 3,4%. Центральный банк России прогнозирует более высокий рост в диабазоне 3,5-4%. Ставки по ипотечным кредитам могут возобновить рост. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, это может произойти в случае повышения ключевой ставки. Накануне глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила о ее возможном повышении. Решение по этому поводу будет приниматься 14 сентября. На данный момент размер ключевой ставки составляет 7,25% годовых. В июле средний размер ставки по ипотеке составлял 9,57%. Она выросла впервые в течение года. Средний размер кредита на покупку жилья в России составил 2,160,000 рублей. Минимальную розничную цену на пиво Минфин пока вводить не планирует. Об этом заявил замглавы ведомства Илья Трунин. При этом он рассказал о готовности обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием. Министерство финансов считает вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной цены недостаточно проработанными. Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать, сказал чиновник. Напомним, накануне глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил о намерении обсудить с Минфином введение минимальных розничных цен на пиво. Как выяснилось, принять такие меры предложили участники пивоваренной отрасли, отметив, что цена литра должна составлять примерно 80 рублей. Эксперты в ЦИОМ узнали у россиян, в каких профессиях, по их мнению, легче всего добиться успеха. Например, молодежь уверена, что самый быстрый путь в благополучие у спортсменов. Так считает почти половина опрошенных. Еще 40% назвали перспективной творческую сферу, считая, что стать музыкантом, писателем или артистом сегодня гораздо легче и эффективнее. Социологи связывают мнение респондентов о карьерных перспективах с публичным успехом ряда россиян, слышат о заработках футболистов и из чего сложилось такое впечатление. Между тем, непростыми сферами для достижения успеха и быстрого карьерного роста российская молодежь считает госслужбу, политику и бизнес. Примечательно, что респонденты постарше, наоборот, считают более реалистичными сферами для достижения успеха как раз предпринимательства и науку. Эксперты объясняют это тем, что эти две сферы понятны и прозрачны для них. Также люди постарше уверены, что именно молодежи не так сложно продвинуться по карьерной лестнице на государственной службе. Постуризм получил право исключать из реестра туроператоров компании, которые прекратили выполнять свои обязательства, но не объявляют себя банкротом. До изменений в законопроект люди могли обратиться по страховому случаю, только если туроператор уже заявил о прекращении деятельности. Поэтому до этого момента клиенты находились в подвешенном состоянии. Как показывает практика, нередко проблемные компании предоставляют недостоверную информацию о своей деятельности и продолжают продавать туры, находясь на грани банкротства. Первой по новому закону покинула рынок Натали Турс. Сейчас прокуратура занимается проверкой деятельности компании, которая аннулировала все туры клиентов до 30 сентября и уклоняется от выплаты компенсаций. И это все новости экономики на сегодня. Сегодня мне осталось рассказать вам только о курсе валют. Антон, на этом у меня все. Оставляю студию в твоем распоряжении. Спасибо большое, Марина. Ну что ж, а мы продолжаем полдень. В центре Минвод устроили перестрелку. Информация об инциденте появилась в социальной сети Инстаграм. Пользователь, сохранивший анонимность, рассказал, что один из участников разборок был ранен в ногу. Однако эту информацию пока официально не подтвердили. Зато мои коллеги из краевого главка МВД познакомят вас с другими криминальными новостями региона. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило около 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях. За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел установлено место нахождения шестерых подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от органов предварительного следствия. На дорогах края зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Также на постоянной основе ведется работа по выявлению преступлений, связанных с хищением чужого имущества. За минувшие сутки полицейскими раскрыто 16 таких преступлений. Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 8 преступлений в экономической сфере. И подробнее о происшествиях. В минеральных водах задержана ранее неоднократно судимая гражданка, подозреваемая в краже из парфюмерного магазина. В полицию обратился представитель одного из городских магазинов, сообщивший о краже из торгового зала дорогого парфюмерного изделия. В момент совершения преступления зафиксировала камера наблюдения. На изъятой видеозаписи видно, как, воспользовавшись отсутствием внимания, девушка берет со стеллажа товар, незаметно прячет его в свою сумку и, не расплатившись, покидает магазин. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 28-летняя, ранее неоднократно судимая за кражи и грабежи, жительница поселка Ясная Поляна. Девушку доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. И еще одна кража на Кавминводах. В отдел МВД России по городу Пятигорску с заявлением о пропаже крупной суммы денег обратилась местная жительница. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний, ранее судимый, знакомый заявительницы. Как выяснилось, накануне мужчина находился в кафе с потерпевшей. Воспользовавшись временным отсутствием женщины, злоумышленник похитил из ее сумки 70 тысяч рублей, после чего, бросив ужин, скрылся. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Часть похищенных денег он уже успел потратить на личные нужды. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, Краевая полиция напоминает, если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Ну а мы в свою очередь напоминаем, что на телеканале «Свое ТВ» продолжается викторина «Ставрополье рулит». Одним из главных призов этой викторины будет сертификат на сумму 10 тысяч рублей от ювелирной сети «Золотая артель». И сегодня у нас в гостях представитель нашего постоянного спонсора. Это Екатерина Зеленева. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что вы к нам пришли не с пустыми руками. Да. Мы сегодня разыграем у вас в эфире вот такой великолепный серебряный подвес. Это будет ручная работа наших мастеров. Давайте покажем прям крупненько вот так вот нашим зрителям. Это серебряный подвес весом около 9,5 грамм с кристаллами «Сваровский». Полностью ручная работа, запатентованный дизайн. Очень круто. Очень интересная подвеска. Честно, я так понимаю, это все-таки женская вещь, да больше? Да, конечно, это женская вещь. А я завидую почему-то тому, кто выиграет. На самом деле у нас очень большие ассортименты для мужчин, поэтому в принципе мы можем изготовить любое изделие на заказ. И в готовых коллекциях у нас есть и запонки мужские, есть всевозможные браслеты. Я возвращаю вам, а пока мы зададим вопрос перед тем, как мы с вами пообщаемся. Итак, вопрос звучит следующим образом, друзья. На какой улице в городе Ставрополь расположен ювелирный салон «Золотая артель»? Первый, кто дозвонится к нам в студию, в общем-то и станет обладателем вот этой замечательной подвески. Наш телефон 8 800 707 02 26. Звонок бесплатный. Звоните, отвечайте правильно на вопрос и забирайте очень крутой, на мой взгляд, приз. Ну что, Екатерина, мы пока пообщаемся с вами. Вы у нас были главными спонсорами, одними из главных спонсоров и на шоу «У меня есть голос». Кроме того, также мы награждали, насколько я помню, с вашим руководителем еще на других наших проектах наших участников. Что нового у вас в компании, расскажите? Мы успешно развиваемся. В сентябре месяце мы запустим свой интернет-магазин, то есть как обычную торговую площадку. У всех наших клиентов будет возможность покупать украшения онлайн. Это на самом деле очень удобно. В наши времена, когда совершенно нет времени ходить по магазинам, мы предоставляем нашим клиентам такую возможность, как покупка украшений через сайт. Там будет каждому украшению полностью указано описание его. То есть клиенту, если даже захочется померить, то он, в принципе, сможет заказать украшения и померить его при доставке. Будут указаны всевозможные способы оплаты, доставки. То есть все максимально будет удобно для клиента. Появились ли какие-то новинки именно среди изделий? Да, мы запустили несколько новых коллекций. В наших украшениях появились жесткие браслеты. Раньше мы таких украшений не делали, сейчас мы выпустили их уже в серию. Еще появились украшения с жемчугом от Сваровски. Очень интересные. Вот, кстати, на мне одни из этих украшений из этой коллекции. Удобные? Да, очень удобные. Почему? Потому что наши мастера, в первую очередь, следят за тем, чтобы украшения хорошо садились, чтобы их было удобно носить. И, несмотря на кажущуюся громоздкую величину, все равно это достаточно легкие украшения, несмотря на то, что являются полновесными. И они очень интересно смотрятся, подходят абсолютно под любой вид одежды. Их можно носить как в повседневной жизни, так и как в вечернюю. Режиссеры мне подсказывают, что уже есть звонок у нас. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Алексей, очень приятно. Повторю еще разок вопрос. Итак, на какой улице в городе Ставрополь расположен салон «Золотая артель»? Ну, вот я там периодически хожу. 50 лет в ЛКСМ это. Вы абсолютно правильно ходите, Алексей. Действительно, эта улица 50 лет в ЛКСМ. За эфиром вам расскажут, как забрать ваш подарок, ваш приз, вот эту подвеску. Спасибо за участие. Звоните нам еще. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что ж, мы продолжим. Расскажите, пожалуйста, вот серьги иногда кажутся такими какими-то массивными. Ну, украшение должно быть ярким, оно должно привлекать внимание. Соответственно, иногда приходится использовать именно объем в украшении. Но, несмотря на это, они должны быть максимально удобными. То есть, чтобы их удобно было одевать, удобно было носить, чтобы они сочетались с любыми другими украшениями, либо с любой одеждой. Вот такие планы, интересные серьги. Жемчук от Сваровски. Наша оригинальная модель. Это все ручная работа? Да, все, естественно, ручная работа полностью, целиком. Точно так же, как и приз сегодня? Да, точно так же, как и приз. Что нового еще будет? Что планируется? Может быть, есть какие-то планы? Ну, к Новому году мы, естественно, запустим несколько акций с всевозможными скидками. Следите за нашими обновлениями на сайтах. У нас есть страница в Инстаграм, у нас есть страница ВКонтакте, в Одноклассниках. Кстати, для удобства... Так и называется «Золотая артель». Да, так и называется «Золотая артель». Все достаточно просто. Для удобства покупателей со всех этих сайтов, со всех соц. страниц будет доступ прямой на сайт, который заработает. На сайт салона. Спасибо большое вам за визит и, естественно, за постоянную поддержку наших проектов. Спасибо вам. Будем надеяться, что эта поддержка будет продолжаться. Конечно. Ну, а приз мы обязательно передадим Алексею. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам. Приходите еще. До свидания. Во вторник у них была очередная встреча с Алексеем Кравцовым. Президент Союза конькобежцев России предлагал шестикратному олимпийскому чемпиону разные варианты продолжения работы с командой. Анны сам хотел стать тренером, но его супруга Юна Ри поставила ультиматум. Либо мы вместе возвращаемся в Корею, либо я сделаю это одна. Она убеждена, что их трехлетней дочке будет куда лучше расти в Корее. Сейчас вся семья Анов уже за границей, ну а вам не придется никуда возвращаться и тем более выслушивать какие-то ультиматумы после зарядки с Анной Медяник. Ведь с ней можно заниматься и дома, и на работе, и на улице, и в России, и в Корее. Всем привет. В такой позе мы еще с Кристиной не дышали. Как там, да, Кристиночка? Всего я попробую. Начинаем зарядку. Поехали. Начинаем. Лаз, два, три, четыре. Продолжаем. Ну что, готово? Готово. Первое. У нас колени стоят на ширине таза. У нас стопы на носке строго, причем стопа должна быть натянута полностью, прям стоять. Да. Снова головой тянемся вверх, взгляд перед собой. Ручки выводим перед собой. Лопатки на одном уровне полностью. Активируем мышцы шеи, мышцы спины. Гайду тебя проверять. Мышцы шеи активированы. Ты чувствуешь? Да. Отлично. Ты устойчива? Устойчива. Проверяем. Меня ничто не пошатнет. Отлично. И теперь начинаем дышать. Поехали. Снова вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И контрольный вдох. Задерживаем дыхание. Освобождаем легкие от воздуха полностью. Я напоминаю, что у нас с вами очень необычный тренер. Если вы только что включили полдень и нашу рубрику «Зарядка» ввести, давай напомним всем, чем мы вообще здесь занимаемся с тобой. Мы занимаемся дыханием, мы учим свой организм дышать, мы развиваем мышцы, которые за нас дышат, как раз таки. Называется это все ЛПС, лолл фитнес-презе, либо по-русски пастуральная гимнастика. По-русски пастуральная гимнастика. Я же этот термин вот каждый день просто не знаю. Переходим в следующую. Становимся. Ручки на строго на ширине плеч, ножки на ширине таза. И смотри, мы с тобой делаем вдох, на выдохе выставляем на выдох. Вдох, выдох. Так мы делаем три раза на одну, три раза на другую. Кстати, плюс этого упражнения, оно помогает очень хорошо восстанавливаться женщинам, которые только что родили малыша. Готово? Мышцы шеи активны. И поехали. Делаем вдох максимально. Ножку выставляем, выдох. Возврат. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. И меняем ножку. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем максимально глубокий вдох. Выдох. Как сама чувствует твоё? Хорошо. Хорошо так как? Хорошо. Хорошо дышать. Хорошо дышать хорошо. Точно. Так, а у нас завершающее третье упражнение. Мы садимся. Спинка ровная. Мышцы шеи активны. Взгляд перед собой строго. На пяточки. Полностью. Носочки на себя натягиваем. Ручки выводим перед собой. Лопатки на одном уровне. Обязательно. Да, обязательно, конечно. Носочки на себя. Носочки на себя, да. Спинка ровная. Мышцы шеи активны. Взгляд перед собой. Головой тянемся вверх. Ручки вводим. Лопатки на одном уровне. И в этом положении делаем глубокий вдох. Причем стараемся настолько глубоко вдохнуть, чтобы живот втянуть в себя. Это как бы, скажем, подготовка... Наши живот соседа. Наши живот соседа. Настолько глубоко надо вдохнуть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Задерживаем висание. Выдыхаем. Спинка ровненькая у нас. Я оператора живот втянула. Нет слов. Все. Закончились у меня слова, потому что сил у меня, собственно, нет. Это хорошо, наверное, тоже? Это хорошо. Хорошо, что поработали сегодня. Сил нет. Куча положительных эмоций есть. Прощаемся с вами. До завтра. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Лас, два, три, четыре. Ходьбу кончится. Как всегда, немного отдохнем после физических нагрузок, но сначала я расскажу, что вас ждет после небольшой паузы. Шесть студентов ранены в ДТП в Ставрополе. Эти и другие новости региона. Любители Остренького поучаствовали в фестивале перца Чили в Италии. Узнаем, как будет проходить День читателя в Лермонтовской библиотеке. Это и не только. Сразу после небольшого перерыва мы скоро вернемся. Не переключайте. Продолжаем полдень. Один из самых известных игроков клуба «Что, где, когда» Равшан Аскеров сообщил об уходе из передачи. Равшан Аскеров пришел в элитарный клуб в 1998 году. Некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Косумова. Но затем сам стал капитаном. Аскеров не раз оказывался в центре скандалов. Он регулярно увлечал в подсказках других знатоков, а также принципиально отказывался от помощи клуба. Эта тактика привела к разгромному проигрышу его команды в 2017 году со счетом 0-6. Ну а я передаю слово Илье Захарова. Он познакомит вас с последними новостями Ставропольского края. Илья, привет. Скажи, как ты думаешь, куда ушел Равшан Аскеров? Привет, Антон. Возможно, в какой-нибудь другой телевизионный проект. Я знаю, это уже не первый случай появления Равшанов на телеэкранах. Далее новости региона. Ночные гонки в Ставрополе закончились аварией с шестью пострадавшими. ДТП произошло в среду вечером на пересечении улиц Ленина и Краснофлотской. Водитель 14-й поворачивал и не уступил дорогу встречной приоре. В больницу серьезными травмами доставили водителя и четырех пассажиров приоры, а также одного пассажира 14-й. Возраст пострадавших от 19 до 21 года. Все они студенты. По данным ГИБДД, по Ставропольскому краю за рулем 14-й находился пристегнутый ремнем безопасности 23-летний парень. Его стаж вождения меньше года. И, как выяснилось, авто он купил в день ДТП. Приорой же управлял 21-летний ставрополец. Он больше десяти раз привлекался за нарушения. Чаще всего за превышение скорости. Новую жизнь получают на Ставрополье сельские дома культуры. В рамках федерального проекта «Культура малой родины» их ремонтируют и оснащают новым оборудованием. Куратор проекта, депутат Госдумы Ольга Казакова, накануне посетила несколько таких учреждений в Придгорном районе и Минераловодском городском округе. О чем ей рассказали местные жители, узнаем в сюжете далее. У детского вокального коллектива «Смешинки» большая радость. В их доме культуры появилась новая электронная пианино. Старые акустические инструменты, некогда подаренные односельчанами, свое давно отслужили. Конечно, они уже не подлежат настройке. На них очень сложно было что-то, потому что дети повторяли фальшивый тон, который давали эти ноты. Сейчас, конечно, у нас инструмент, который не нужно настраивать, можно регулировать громкость. Просто у них разлился уже, конечно, более тонкий слух. И они улавливают вот этот фальш, но мне будет, конечно, мешать. И мы будем теперь интонировать еще точнее. Такого обновления материальной базы заведующая Домом культуры в селе Гражданском не припомнит. Кроме музыкальных инструментов, здесь появились удобные кресла в концертном зале на 200 мест, а также полные комплекты светового и звукового оборудования. Все 10 творческих коллективов учреждения теперь могут выйти на новый уровень мастерства, считает руководитель. Куратор проекта Ольга Казакова осмотрела Дом культуры и заглянула на репетицию к «Смешинкам». Заодно вспомнила свои музыкальные навыки. Вспомнила. Так, ну пойте нам чего-нибудь, давайте. Ой, Дуня моя, Дуня милая, Дуся. Спасибо. Теперь все пели. Теперь мы услышали ваши прекрасные голоса. Ну что, вам лучше поется вот этот инструмент, да? Да, лучше. Почище, покруче, да? Да. По-современнее, да? Сразу сами себя услышали, звучать стали по-другому. Может, давай мне сказать спасибо, наверное, да, ребята? Спасибо. Вам спасибо, что вы такие прекрасные, занимаетесь таким хорошим делом. Что касается Ставропольского края, то в прошлом году около 36 миллионов было направлено именно на материально-техническую базу домов культуры. 13-15 объектов было отремонтировано в этом году, это 18 объектов, это текущий ремонт и приобретение светового, звукового оборудования, новых кресел, одежды, сцены. То есть вот то, что является наполнением домов культуры такой внутренней инфраструктурой. В следующем году программа «Культура малой родины» будет продолжена. В частности, в ее рамках планируют закупить новые инструменты для музыкальных школ региона. Илья Захаров, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. В эти дни на Ставрополье делегация из Ленинградской области перенимает опыт нашего региона по созданию городских округов. Ведь край одним из первых в стране пошел по этому пути. Что заинтересовало ленинградцев в Ставропольской модели местного самоуправления, Жамиля Ибрагимова продолжит тему. От районов к городским округам по такому пути наш край пошел одним из первых в стране. Нельзя сказать, что переход был абсолютно безболезненным, но на сегодня вполне себя оправдал. Как итог, 10 городских округов в крае. Первое и главное, от этого преобразования выиграли, как и планировалось, простые люди. То, что курс на укрепление муниципальных образований абсолютно правильный, это подтвердило и встречу с коллегами из Ленинградской области. Поскольку каждый для себя ищет наиболее оптимальный вариант организации системы управления. Налицо финансовая выгода. Это только в Минераловодском городском округе сэкономили в год 55 миллионов рублей на аппарате. Деньги идут на благоустройство. Реформа упростила работу и инвесторам. Минимум бюрократии. Теперь предприниматели смогут решать вопросы быстро, не обивая пороги многочисленных чиновников. Это больше привлекает инвесторов для развития экономики территории, потому что решать вопрос нужно с одной городской, с городским округом, с администрацией городского округа. Многоступенчатость работы с инвесторами, она отпугивала. Большая делегация ленинградцев приехала на Ставрополь в составе 10 человек. Ту систему, что у нас уже работает второй год, власти Ленобласти только-только планируют внедрять у себя. С осторожностью изучают все за и против. Опытом нашего региона заинтересовались чрезвычайно. Мы хотим пощерпнуть опыт реформирования муниципалитетов первого уровня. Мы знаем, что на Ставрополье эта реформа успешно завершена и доказывает свою эффективность. Ленинградских управленцев впечатлили в том числе опыт Георгиевского городского округа и города-курорта Железноводска. Там прошли круглые столы. Затем гости выехали в города и села, где своими глазами увидели, как система работает на практике. Лучшее из увиденного и услышанного, пообещали ленинградцы, они возьмут на вооружение и, исходя из этого, будут строить собственную модель управления на местах. Джамиля Ибрагимова, Ставропольское телевидение. Таковы основные новости к этому часу. Более подробно о развитии событий в регионе мы расскажем сегодня в 19.30 в информационной программе «День». Мне все-таки приятно, что гости из других регионов приезжают к нам, чтобы перенять наш опыт в чем-либо. Антон, скажи, пожалуйста, какой опыт ты мог бы передать гостям из других регионов? Хороший вопрос. Спасибо за вопрос, даже так скажу. Ну, наверное, не лазить на гору развалка без особенной подготовки, потому что потом оттуда очень сложно спуститься. Спасибо, Илья. Ну что ж, продолжим полдень. В итальянском городке Риетти прошел международный фестиваль перца Чили. Для любителей остренького участники привезли 500 сортов жгучего перца. Смотрим острый сюжет. Международный фестиваль перца Чили в восьмой раз прошел в самом сердце Италии, в Риетти. Здесь представляют 500 сортов жгучей пряности. Для любителей остренького также готовят различные блюда с перцем. Мы в Риетти уже в третий раз. Возвращаемся потому, что нас радушно принимают. Острый перец у местных жителей в почете. Мой муж ест шоколадное мороженое с Чили, а я добавляю его в пасту, да и вообще почти во все блюда. Думаю, Чили очень полезен. Я даю его своим детям. О пользе перца Чили говорят и медики. Исследования показали, что он обладает антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Я не говорю, что Чили и вещество капсаицин предотвращают опухоли. Но, как и некоторые другие продукты, они могут помочь в профилактике. И они, конечно же, полезны. Впрочем, для жителей Риетти Чили не только любимая пряность. На его выращивании держится местное сельское хозяйство. Здесь даже вывели собственный сорт – сабина. Перец этого сорта очень хорошо растет на нашей земле. Поэтому мы предлагаем местным фермерам культивировать его. А на этой кухне проходит кулинарное шоу. Гостям фестиваль рассказывают, как готовить различные блюда с Чили. Шеф-повара считают, главное – соблюдать миру. Его нужно совсем чуть-чуть. Вкусен даже хлеб с хорошим оливковым маслом и свежим Чили. Или бутерброд с красным луком и перцем. Свежая рыба с Чили тоже хороша. Но главное – всегда добавлять немного. Тогда можно лучше оценить вкус пасты, мяса и самого Чили. Международный фестиваль перца Чили проходит в Риете ежегодно с конца августа до начала сентября. Посещают его тысячи человек. Завтра с 10 утра Ставропольская краевая универсальная научная библиотека имени Михаила Юрьевича Лермонтова проводит традиционную акцию «День читателя». Под девизом «Для вас открыты наши двери и сердца», приуроченную к Международному дню грамотности. Как это будет, нам подробно расскажет Вера Ивановна Белик, заместитель директора по научной деятельности. Вера Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Ну, расскажите, «День читателя» проходит не впервые. Более 10 лет мы его проводим. Что будет в этом году? Что новенького? Ну, прежде всего, это, конечно, возможность познакомиться с главной публичной библиотекой края, школьникам и студентам первых курсов. Сентябрь, начало нового учебного года, у студентов начинается новая жизнь, встречи с новыми друзьями. И, конечно, мы надеемся, что они не останутся без книги, без старых, знакомых, любимых книг или без новых книг. Ну и, конечно, не может быть учеба успешной, если не пользоваться ресурсами Ставропольской краевой библиотеки имени Лермонтова. Поэтому мы думаем, что завтра у нас будет много студентов-первокурсников, которых мы проведем экскурсиями по библиотеке. Кроме просто библиотеки экскурсий по самой библиотеке, у нас еще состоятся наши уникальные туры в книгохранилище. Да, вот, главное книжное хранилище Ставропольского края. Около миллиона томов, девять ярусов. Вот тот, кто знает, а я надеюсь, что наши телезрители, конечно, знают, библиотека располагается в четырехэтажном здании. Девять ярусов. Ну, где мы их прячем? Вот тот, кто придет на экскурсии, увидит. А мы не будем, да, открывать тайну. Нет, конечно, мы надеемся завтра увидеть много читателей в библиотеке. И еще одна эксклюзивная экскурсия, это для студентов-иностранцев на английском языке. Есть у нас такие специалисты, которые владеют языками. И, конечно, мы стараемся помочь студентам из других регионов адаптироваться в Ставрополье, познакомиться с кем-то, завести друзей. Вот такая экскурсия на английском языке. Вера Ивановна, а много ли в нашей библиотеке литературы на иностранных языках? Литература, точное количество не скажу. Литература присутствует на разных языках. И, конечно, как художественная, так и учебная, и отраслевая есть с чем заниматься. Понятно, что мы не заменим с собой фонд, допустим, библиотеки медицинского университета. Но то, что студенты-иностранцы найдут, что почитать, это безусловно. И у нас еще есть лингвострановедческий клуб, который вот в это воскресенье пройдет его очередное заседание. Он занимается на английском языке, на немецком языке и проводит занятия на русском языке для иностранцев. То есть еще можно и в общении что-то открывать для себя новое. То есть подчеркнуть помимо самих книг еще какие-то просто филологические знания, скажем так. Много разных знаний из разных областей. Рассказать, ну, предположим, рассказать, как ты провел лето. Или посмотреть фильмы и поделиться впечатлениями. Но это все на языках. То есть лингвострановедческий клуб способствует изучению языков. Близится день края. Будет очень много различных мероприятий, как в Ставрополе, так и в принципе по всему Ставропольскому краю. Будет ли что-то особенное готовить к этому событию Лермонтовская библиотека? Конечно, мы бы хотели пригласить читателей в театральный сквер города Ставрополя. Это такое традиционное место, где четыре краевые библиотеки каждый раз проводят праздники. В этот раз у нас пройдет завершение акции. Называется «Краевая литературная прививка». В течение трех месяцев по всему краю было очень много литературных мероприятий. Мероприятий, которые были направлены на то, чтобы привить любовь к чтению. Акция была инициирована нашим Министерством культуры Ставропольского края. А в день края мы подведем ее итоги. И состоится большой литературный праздник. Много площадок, конкурсов, викторин, книг, встреч с писателями. Но все мы не расскажем. Это все будет именно в день края. В день Ставропольского края. В день Ставропольского края. За театральный сквер около памятника Лермонтова. С 10 до 16 часов. Мы надеемся, что будут желающие здесь. И, конечно, Ставропольская книга. И в день читателя мы покажем наши книги, изданные на территории края. Но тот, кто завтра до нас не дойдет, он сможет познакомиться еще в день Ставропольского края. Будем рады видеть всех. А завтрашняя программа у нас не исчерпывается только экскурсиями. Это, конечно, интересные встречи. Или в литературно-творческом объединении «Лабиринт». Если наши зрители чувствуют в себе потенциал литератора, вот они могут прийти и познакомиться с участниками этого клуба. Очень активные члены, пишущие. Они издают книги, они презентуют их. Может, кого-то заинтересует вот такой клуб. Ну и опять же, что-то полезное для себя почерпнуть с творческой точки зрения. То есть, действительно, для тех, кто пробует пробокира у кого-то, если есть. Пройдет встреча уже с признанным журналистом, писателем Романом Нутрихиным. Но его, конечно, многие в Ставрополе знают. Кровет – один из авторов журнала «Чудеса и приключения». Каждая встреча с ним собирает много людей, которые хотят пообщаться с Романом Владимировичем. Вот завтра очередная в нашей библиотеке. А поскольку у нас звучит день читателя, то, конечно, читатели наши тоже могут проявить свои способности. Поэтому арт-встреча с Маргаритой Николаевной Горбуновой. Читательница не один десяток лет ходит в нашу библиотеку. Самодетельный художник. Что значит арт-встреча? Завтра она выставит свои картины. Это натюрморты, это пейзажные зарисовки, это виды города Ставрополя. Поэтому можно прийти, посмотреть и пообщаться. С художницей. Клуб «Садовод». Тоже два десятка лет вот такой клуб объединяет любителей садоводчества в нашей библиотеке. Завтра они проведут выставку-дегустацию продукции, которую вырастили на своих участках. Под названием «Ставрополь удивляет дары осени». Не просто посмотреть и удивиться, но еще и продегустировать. Это вообще прекрасно. Это только отдельные моменты. В программе много еще разных. Давайте еще об одной встрече скажем, потому что она тоже не совсем обычная для библиотеки. Общественная приемная при краевой библиотеке Лермонтова. И вот завтра наши партнеры, коллеги адвокатов Ставропольского края «Принцип права». Вот придет несколько их адвокатов, и они смогут проконсультировать желающих по каким-то злободневным моментам, вопросам. Встреча называется «За бесплатной консультацией адвоката в библиотеку». Это здорово. Я не знаю, мне вообще, знаете, понравилось выражение «литературная прививка». Как-то вот прививки обычно все боятся как-то еще с детства, а тут литературная как-то уже по-доброму звучит. Только от нечтения, привития любви к книге. И я думаю, что эта акция, которая завершится до 3,5 месяца, я думаю, что результатом ее стало то, что много людей в Ставропольском крае, которые еще не читали, они обязательно начнут читать. Спасибо большое, Вера Ивановна. Я просто настаиваю на том, чтобы наши зрители, особенно те, кто постоянно, может быть, как-то ноют и капризничают, что вот, мол, некуда сходить. Друзья, сходите в библиотеку, это просто шикарное место для того, чтобы провести время полезно и очень интересно. С интересной книгой. Мы будем всех рады видеть. Спасибо большое. А мы рады видеть всегда вас у нас в студии. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Поужинать, посмотреть или почитать что-нибудь, поспать. Вот лично у меня на оставшийся сегодняшний день пока такие планы. Но, возможно, они изменятся, когда я вместе с вами посмотрю нашу афишу. В Пятигорске завершается международный фестиваль кулинарного искусства «Содружество». Конкурсанты борются за победу и удивляют гостей праздника необычными блюдами. Всех гостей фестиваля ждет бесплатная раздача ухи, блинов и напитков, а также концертная программа. В ходе фестиваля пройдут командные индивидуальные соревнования поваров, кондитеров и баристов. 6 сентября на главной городской площади в Пятигорске пройдет посвящение в первоклассники. Новобранцы школ отметят свой праздник ярко и творчески, продемонстрируют танцы, примут участие во флешмобе, получат подарки и мороженое. Продолжится праздник большим детским шоу у Центральной библиотеки имени Горького. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» представляет самую масштабную графическую серию величайшего художника 20 века. Ни одной из 105 представленных на выставке работ «Сальвадора Дали» нет в собраниях российских музеев, что позволяет без преувеличения назвать этот проект уникальным. Выставка будет в галерее Паршин до 28 октября. Вечерний эфир четверга на своем ТВ будет просто пальчики оближешь. Сейчас расскажу почему. В 18.15 мы вновь выбираем вкус Ставрополья. Сегодня в нашей студии речь пойдет о Георгиевском хлебокомбинате. Обратите внимание, что проект начнется немного раньше обычного. Сейчас поймете почему. В 19.00 гандбол на своем ТВ. Мужская суперлига. Первый матч сезона Ставропольский клуб «Динамо Виктор» принимает на своей площадке действующих чемпионов страны чеховских медведей. Болеем за своих. В 19.35 в перерыве гандбольного матча главные новости региона в информационной программе «День». В 21.05 кино на своем. Бизнесмен из новых русских Дима Пупков с помощью фиктивного брака решает поменять свою неблагозвучную фамилию на престижную. Его знакомят с посудомойкой Ниной, которая, как выяснилось, принадлежит к знаменитому роду Шереметьевых. Ситуация развивается в историю любви, мелодраму о современной Золушке. Смотрите в 21.05 на своем ТВ художественный фильм «Принцесса на бабах». Ну что ж, а мне на этом остается только попрощаться с вами и пожелать вам хорошего завершения сегодняшнего дня. Всем пока, увидимся на своем. Субтитры создавал DimaTorzok